Синий верх, как медленная птица, красный вниз, как солнечный закат. Один из главных символов приморской столицы, фуникулер, отметил 60-летний день рождения. Праздник на Пушкинской собрал не только работников отрасли, но и десятки горожан. Для меня это воспоминание, абсолютно воспоминание детства. Я учился в другой части города, и у ребят из ДВГТУ всегда личные впечатления были через какие-то студенческие впечатления. Нижние корпуса ДВГТУ, верхние, как они переезжали. А у меня другие, они абсолютно связаны с детством. Они связаны с моими родителями, которые меня возили к музею, где были выставлены Пушки рядом с католической кирхой. Они были связаны с походом, не знаю, семьей в цирк. Это всегда какие-то счастливые моменты, праздничные. В Владивостоке находится единственный фуникулер в стране, который все еще является общественным транспортом. Сохранить его удалось благодаря коллективу профессионалов. Например, невидимые работники транспорта – машинисты. Их работа спрятана от глаз пассажиров на верхней станции фуникулера. Рабочий день вообще начинается без 27. То есть мы осматриваем вагоны утром перед открытием, смазываем, проверяем канат. И в 7 часов утра открываемся и начинаем возить пассажиров. Заканчиваем в 8 вечера. Момент управления самый сложный – это остановка вагонов. Надо остановить так плавненько, чтобы люди себе не набили шишек. В этом как бы основная сложность у машиниста. А остальное обслуживание – это периодичность и поддерживание каких-то механизмов именно в рабочем состоянии. Хорошее настроение пассажирам дарят кондукторы, которые очень любят свою работу. По их словам, гости города приходят в восторг от вида рычагов и кнопок, удивляясь тому, что все до сих пор работает. Я в трамвайно-троллейбусном управлении проработала в 40 лет. Была наставником молодежи, но потом пошла на пенсию, внуки выросли. И в любимое предприятие приняла меня в свои объятия. Да, я люблю, очень интересно. Потому что здесь общаешься с людьми, с детьми, а дети такие интересные, песенки поют и рассказывают все. И такими глазками смотрят на фуникулер, потому что это необычный транспорт. Сегодня 60 лет единственному общественному электрическому транспорту в России, нашему фуникулеру. Наш город Владивосток – обладатель такого замечательного транспорта, экологически чистого, самый лучший, самый безопасный. И мы очень любим наших пассажиров, которые постоянно едут на работу, с работы, дети в школу, со школы. Гости города вообще не проходят мимо нас. Фуникулер работает в Владивостоке с 1962 года. Его построили по инициативе Никиты Хрущева, который вдохновился поездкой в рельефный Сан-Франциско. Все эти годы машинисты, кондукторы, слесари, электрики хранили городское сокровище. Владивосток – это точно фуникулер, а фуникулер – это точно Владивосток, отметил мэр города Константин Шестаков. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.